Вокруг треугольника АВС описана окружность. Давайте опишем. Вокруг треугольника описана окружность. Да, ее центр находится внутри треугольника. То есть остроугольный треугольник. Да. Из точки О опущены перпендикуляры на стороны. Пусть это называется. Донал АВ и перпендикуляры. Серединный перпендикуляр. Да. Вот так опущены. И продолжены до пересечения сокровенности. Они пересекаются с ней соответственно в точках К, М и П. Пусть у нас вектор ОК плюс вектор ОМ плюс ОП. Это есть некий вектор ОЗ. Надо доказать, что ОЗ это центр вписанной окружности. Понятно. То есть у вас где-то имеется центр вписанной окружности. Но все-таки чертеж у вас, конечно, чудовищен получился. Давайте я попытаюсь нарисовать побольше. Вы что-нибудь будете делать в дополнительном строении или нет? Да. Какие? Биссектриса угла ПОМ. Биссектриса угла ПОМ. И биссектриса угла А. Хорошо. Сейчас посчитаю. Значит, итак, здесь П, здесь О, здесь М. И что вам нужно? Биссектриса этого угла. Она же не пройдет через эту точку. Вы сами будете проводить. Потому что я не понимаю, зачем она вам нужна. и поэтому не очень понимаю. Так. И, собственно, все. Вот. Значально, если мы проведем биссектрису из точки А, то она попадет в точку К. Дайте ее. Ну, это известная вещь. Действительно, когда проводишь биссектрису угла, то она проходит через середину зуги. Конечно. Да. Теперь посмотрим. При сложении вот вектора ОМ и ОП у нас вектор суммы, он будет направлен в биссектрисе этого угла. Поскольку ОП и ОМ это радиусы. Они равны. Да, конечно. Ну, вот где-то он будет вот какой-то вот такой. И вы уверены, что эта биссектриса параллельна прямой АК? Да, уверена. Потому что... Потому что углы связаны, так забыл. Да. Угол ПОМ и угол АВС, они имеют попарно-перпендикулярные стороны. Поэтому сумма векторов ОП и ОМ идет вдоль прямой, параллельной прямой АК. Вот у вас здесь нарисовано вот так. Это, конечно, неправда. Вот эта прямая параллельна. Она не проходит через точку К. А, то есть смысл такой, что был здесь серединный перпендикуляр, а еще была вот эта прямая. И она, наоборот, параллельна прямой АК. Отлично. Теперь посмотрим. У нас мы можем написать, что ОК плюс О у нас будет, давайте, А' равно ОЗ. Но у нас вот этот вектор, поскольку он параллельный, мы можем его приписать к точке К. То есть мы отложим его вот так. И, соответственно, сумма вектора ОК и вектора К уже З, этот программ будет... Будет лежать на бисектрисе. На бисектрисе. И аналогично мы можем доказать и для других бисектрис, и получится, что З лежит на трех бисектрисах. Значит, это центр вписанной окружности. Слушайте, а я понял. Ведь действительно, если точка З лежит на одной бисектрисе и на второй, то она автоматически лежит на их пересечении, то есть в центре вписанной окружности. Правильно? Так, господа, кто знает менее изысканный вариант этой задачи, связанный с прямой Эйлера? Знаете? Вот эта задача, это все-таки не совсем общеизвестный факт, а есть факт, который абсолютно общеизвестный. Спасибо, отличная задача. Если берешь абсолютно любой треугольник, вписанный в окружность, и берешь центр этой самой описанной окружности и три вектора. Кстати, они тоже одинаковой длины будут. Здесь было важно, что складывались векторы одинаковой длины, О, Б и О, М. Так вот, здесь аналогичная ситуация. Значит, если берешь векторы О, А, О, Б и О, С, то это будет тоже что-то очень интересное. О, А. Что? О, А. О, А. О, А, где А? Что такое? О, А, Центр. Центр. Точка причины? Высот. Отлично. Может быть, наизусть помните это качество? Оно очень похоже, я хочу, чтобы оно сейчас прозвучало. Я знаю через прямую диагогику. Нет. А, ну через прямую диагогику. Именно аналогичное. Именно так, как рассказывал сейчас Арам. Если хочешь найти сумму трех векторов, то сначала что сделай? Сложи два. Сложи два, конечно. И посмотри, как будет... Давайте, решите быстренько. Посмотрим на сумму векторов ОА и ОЦ. Она тоже будет лежать на бисектрисе этого угла. Она идет прямо-таки по серединам перпендикулярам. Да. И, соответственно, она будет перпендикулярна стороне ОЦ. Да. И она не является продолжением ОБ. Да, не является продолжением ОБ. Ну, соответственно, можем также отложить этот вектор от точки В. Он будет перпендикуляром... И он будет идти вдоль высоты. Да. И вот эта точка, она будет лежать на одной высоте. На высоте, проведенной с точки В. С точки В. Соответственно, мы можем доказать так же для других высот. Ну, дай объяснить еще. То есть, берешь векторы ОА и ОБ, складываешь, и сумма будет идти по перпендикуляру. Но эту сумму надо откладывать от точки С. Значит, искомая точка лежит и на высоте, проведенной... Смысл поняли? Вот. Отлично.